Здравствуйте, с вами Сергей Речицы. Программа «Как-то так». Новости с персональной доставкой. МЧС запустила бота в Телеграм. Министерство в честь своего 85-летия запустило в мессенджер бота, который подскажет, как вести себя при чрезвычайных ситуациях. Пользователю предлагают выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которую он попал. Бытового, природного или техногенного характера. После выбора одной из них бот уточнит детали проблемы и даст подробную инструкцию, как следует действовать. Например, при пожаре на кухне или на балконе бот советует отключить газ и электричество, накрыть сковородку крышкой, а затем накинуть тряпку из грубой ткани на горящий предмет, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню. Всего 32 сценария. По данным ведомства, бот-спасатель набрал уже 400 подписчиков. Тем временем МЧС нашего региона тоже осваивает методы спасения в интернете. Их можно найти в Инстаграм, Ютуб и Твиттер. Как-то так. Также разработано МЧС России мобильное приложение, которое доступно на устройство с Андроидом или iOS, которое поможет связаться оперативно с экстренными службами. Там будет экстренная красная кнопка SOS. При удержании 5 секунд идет вызов немедленно на пульт единой службы спасения 112. И автоматически при настройке, если вы вбиваете какие-то контакты своих близких лиц, также им приходит СМС. И к другим темам. Почти 2 миллиона тонн зерна уже собрали аграрии Тульской области. Это лучшие показатели региона за последние 30 лет. Об этом сегодня губернатор Алексей Дюмин рассказал председателю правительства Дмитрию Медведеву в ходе российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017». Свою задачу видим в наращивании темпов по тем направлениям, где пока у нас не лучшие результаты. В первую очередь это производство молока, отметил губернатор. Также Алексей Дюмин добавил, что в Тульской области реализуются более 15 крупных аграрных проектов на сумму свыше 77 миллиардов рублей. В течение трех лет это позволит создать почти 4 тысячи новых рабочих мест. Как-то так. «Вырасти дерево знаний» – акция под таким названием сегодня прошла в Центре образования номер 45. В течение всего сентября по инициативе губернатора учащимся первых классов общеобразовательных учреждений региона были вручены комплекты наборов для самостоятельного выращивания деревьев. Мероприятие приуречено к Году экологии, а также к Всероссийскому Дню леса. Детям это нравится, детям это нужно делать. Тульский арсенал оказался среди российских клубов с самым старым и при этом не очень дорогим составом. Обновленные данные представил портал «Трансфермаркт». Так, средний возраст канониров – почти 28 лет. Стоимость команды – 17 миллионов фунтов. В пересчете на отечественную валюту – это 1 миллиард 308 миллионов рублей. Старший арсенал оказался только московский «Локомотив». Здесь средний возраст игроков превысил 28 лет. Самый молодой состав у Грозненского «Ахмата» – без малого 26. Что касается стоимости, то дороже всех петербургский «Зенит» – почти 10,5 миллиардов рублей. Дешевле – хабаровский «СКА» – 770 миллионов. К этой минуте у меня все. Как-то так.